МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире «Вечер вместе». Я его ведущая Татьяна Кобзарева. Король живет в интернате, вредитель Витька Черенок, зуб мамонта. Всё это произведение нашего земляка, писателя Владимира Добрякова. Его книгами в своё время ребята зачитывались. Владимир Андреевич даже организовал в Воронеже литературный клуб. Сегодня в нашей студии вспомним писателя вместе с директором библиотеки, которая носит его имя, Оксаной Викторовной Захаровской. Оксана Викторовна, здравствуйте! Спасибо, что вы пришли. Ну вот сейчас время школьных каникул, и наверняка ребята будут читать произведение или уже читают произведение Владимира Андреевича. Это уникальные книги. Я сама это знаю, вы это прекрасно знаете. Но вот хотелось бы с биографии Владимира Андреевича начать. Он не коренной воронежец, он с 79-го года жил в нашем городе, но стал коренным воронежцем. А как начинался этот путь? Да, родился Владимир Андреевич в Москве, потом долгое время жил в Липецке, и волей судьбы по работе приехал в Воронеж. Вот тут он и остался. Так ему здесь понравилось, наверное, я думаю. И здесь он жил до конца своей жизни. Владимир Андреевич, да, очень любил писать. Кстати, первую свою книгу, которая называлась «Отец и Володька», он написал в 1957 году, и написал он ее совсем не для детей. А для кого, как вы думаете? Написал он для родителей, для взрослых людей. Он очень хотел, как я читала в некоторых его интервью, он очень хотел научить родителей общаться со своими детьми, как правильно их слышать, как услышать, как с ними разговаривать. Но эту книгу эту прочли дети. И тогда еще был Советский Союз, и его завалили письмами. Завалили письмами со всего Советского Союза. Дети требовали продолжения этой истории. Чем же все это так закончится? И вот так вот совершенно нежданно-негаданно Владимир Андреевич стал детским писателем. И, кстати, письма, многие письма, которые реально писали ему ребята, и сами, и от класса писали, хранятся у нас в библиотеке. Можно прийти почитать на выставки. А что писали они ему в основном? О чем? В гости приглашали. Их все приглашали в гости. Ребята писали о том, какие интересные у них происходят. Писали отзывы о прочитанных произведениях для него. Очень много писем у нас хранится в библиотеке. Но мы с вами чуть до эфира поговорили, что некоторые произведения, они были автобиографичные. Он где-то себя просто срисовывал героев. Вот есть ли такие вот... Да вы знаете, наверное, эти книги, они каждого касаются. Вот я, к сожалению, в своем детстве не была знакома с его творчеством. Мой писатель детства – это Юрий Третьяков, это Мишка Мочалкин «Рыцарь в Березовой улице». Но когда нашей библиотеке в 2009 году присвоили имя, нужно знакомиться было с его творчеством. Первая книжечка, которая мне попалась в руки, была вот эта книжка «Вовкино ружье». Я как раз сейчас и расскажу о том, что каждая эта книга касается абсолютно каждого. Я, когда увидела эту обложку, мне показалось, что это вот я стою. Это вот я в мое детство, в 80-е годы, да, стою в этой шубе. Все ходили в коричневых шубках, тогда девочки с ремнями, с такими, со звездой на бляшке. Вот. Открываю, читаю. Это действительно о каждом из нас, о каждом. Наше детство, песочницы, ребята, двор, шумный двор – это все, все о нас. Ну, детство у Владимира Андреевича не было таким прям вот радужным, да. Тяжело им с мамой пришлось. Он один с мамой рос, им тяжело пришлось. Жили в каком-то полуподвальном помещении. И мама, чтобы выжить, ей знакомая подарила машинку, зингер ручную. И она шила чепчики. Чепчики беленькие, обычные чепчики. Она шла по базару и увидела, что продаются такие чепчики. И решила, ну, почему бы мне не попробовать? Она нашила не просто чепчики, она их украшала рюшечками, какими-то обурочками, петелечками. И очень хорошо у нее дело пошло. И так вот эта работа мамина по ночам помогла выжить им в такое трудное время. Вот. «Король живет в интернате» – вот это почти повесть, которая, мне кажется, списана все-таки вот с этого своего предвоенного военного детства. Да, да. Ну, к радости Владимир Андреевич не бывал в интернате, да. Но тяжело ему пришлось. И во время войны, да, он и окопы копал, и работал на заводах. То есть он просто так не отсиживался. Он был молодец. А то, что сейчас в вашей библиотеке представлено – это полный список его произведений? Да, в нашей библиотеке есть абсолютно все произведения Владимира Андреевича Добрякова. Это как отдельные книжечки, так и сборники. И есть даже книга, которая вышла уже после его смерти. Издательство собрало неизданные рукописи, и вышла книга, я ее, к сожалению, не принесла сегодня, «Самбой спасатель». Называется «Это уже о более современных ребятах». То есть уже такие 2000-е годы о таких ребятах. Но его герои всегда – это кто? Это подростки? Это подростки, дети, это школьники. И, как он сам утверждал, все его произведения сводятся к тому, что нет ни одного плохого ребенка. Нет. Нет, все дети хорошие. Но во всем виноваты родители, которые вовремя не услышали, вовремя не поняли своего ребенка. Но все его произведения заканчиваются хорошо. Абсолютно все. Всегда побеждает добро. И все ребята помогают друг другу стать хорошими, прихорошими членами общества. Мы с вами прекрасно знаем, что ребенка очень сложно обмануть. Это и говорят театральные актеры, которые работают в театрах юного зрителя. Бесполезно. И детские писатели. И вот такая теплота, такое добро и такая популярность у ребят, среди ребят Владимира Андреевича. Как вы это объясняете? Чем? Чем он мог их завоевать? Почему вдруг? Как вы считаете? Ну, только тем, что он реально писал о реальных детях. Он не придумывал, ничего не выдумывал. Это настоящие дети, настоящие ситуации. Он не стесняясь писал о том, что ребенок может залезть в школе на только что выкрашенную парту и наследить специально назло своим одноклассникам и специальным учителям. Это же бывает. Бывает, конечно. Во всех школах он это не скрывал. То есть он правду всегда писал. И никогда он не говорил, как он плохо поступил, какой это гадкий ребенок. Он всегда подводил. А почему это произошло? Почему? Ведь за каждым проступком стоит история, своя история. На ваш взгляд, самое популярное произведение его, что это за книга, рассказ, повесть? Есть одна из самых любимых у ребят? Одна из самых любимых, это, конечно же, «Король живет в интернате». Но для меня самая любимая книга – это все про наш класс. Вот эта книжечка. А как она родилась, тоже очень интересно. У Владимира Андреевича Добрякова дочь есть, Лена. Она когда приходила из школы, она постоянно папе рассказывала какие-то интересные истории, которые с ними происходили в школе каждый день. Но в школе же не может происходить каждый день чего-то. А обязательно кто-то за косичку кого-то дернет, то тряпкой в кого-то кинет. Обязательно что-то происходило. И она приходила и с таким увлечением рассказывала. И Владимир Андреевич слушал, слушал и понимает, что он не может запомнить все истории, которые происходят с Леной. И что он придумал? Он в соседней комнате открывал дверь, ставил туда магнитофон. Такие, знаете, раньше бобинные и кассетные магнитофоны были. На софе, где они сидели с дочерью, он рядом прикрепил микрофон, незаметно, чтобы дочка не слышала. И они постоянно-постоянно вот об этом рассказывали. Он приходил со школы, Леночка, садись ко мне, собирайся. Ну что произошло? И Лена, давай ему рассказывать все интересные истории. И один раз заживала пленку в магнитофоне. И вот так вот Лена, дочка, и расшифровала в секрет папе. Но благодаря вот этим записям, историям, родилась вот эта книжечка, которая называется «Все про наш класс». И здесь вот читаешь, вспоминаешь себя, свое детство незабываемое. Все-все про тебя, все про нас. Современные школьники интересуются творчеством Владимира Андреевича, приходят к вам, вот чем он им сегодня может быть интересен, как вы считаете? Да, я думаю, что абсолютно все дети одинаковы во все времена, в какое бы время мы ни жили. У нас есть одна читательница, Леночка, зовут ее как дочь. Она прочитала все произведения, все его произведения. Мы с ней даже передачу тоже отдельную снимали. Пишут, приходят доклады. В школе задают доклады о жизни и творчестве Владимира Андреевича, Добрякова. Да, и еще приключения непослушного Владика у нас тоже пользуются спросом. Вот эта книжечка, это про летний лагерь, про деревню, как мальчик. Как раз сейчас время. Да, да, когда мальчик учился в школе, был таким хорошим мальчиком, отличником, невозможным. Но в городе вот связался с плохой компанией. И мама, чтобы его обезопасить от этого, отправила его в деревню, в глухую деревню к своей тете. А там, а там вообще красота, там каждый день приключения. Там они и речку спасали, и охотников пугали, чтобы они зверей не убивали. Что там только не происходило. Вот я и говорю, что каждое время, каждый ребенок, все проблемы одинаковые. И как в каком бы времени ты ни взял почитать эту книгу, ты узнаешь себя, увидишь себя, и тем она и подкупает его. Простой язык, чистый, ни одного оскорбления, ни одного нравоучения нет. Все жизненные истории легкие, интересные. И опять же, хорошо, что все заканчивается всегда хорошо. Это здорово. Но у меня еще такой вопрос. Владимир Андреевич, он не так давно ушел от нас, и в свое время он изобрел, придумал такую связь молодежью, такой воронежский литературный клуб, где он готовил юных литераторов. Расскажите об этом, об этой работе. Да, Владимир Андреевич очень любил писать и хотел, чтобы все дети тоже умели писать. И поэтому он создал клуб юных сочинителей. Так назывался этот клуб. И очень долгое время он базировался на базе библиотеки имени Маршака. Он там занимался с детьми, к нему приходили дети, писали, сочиняли. Он издал несколько, вышло несколько сборников произведений с детьми. Но когда Владимир Андреевича не стало, в 2009 году, как я уже говорила, наши библиотеки присвоили имени Владимира Андреевича Добрякова. И с тех пор уже более 14 лет мы несем добро в своем именем. И каждый год мы стараемся что-то придумывать интересное, чтобы популяризовать творчество Владимира Андреевича Добрякова. И вот один в один из таких... Всегда это происходит, кстати, у нас в августе, к дню рождения Владимира Андреевича Добрякова. Благодаря, наверное, даже фонду и поддержке развития русского языка имени Марины Картавцевой мы воссоздали этот клуб на базе уже теперь нашей библиотеки. Сначала решили попробовать, как все это будет происходить. Собирались где-то мы два раза в месяц ребята приходили к нам. Но это так понравилось детям. И теперь в течение учебного года каждое воскресенье в нашей библиотеке собираются ребята, клуб ведет Даша Вторникова. Она студентка на тот момент была, когда только пришла к нам в клуб. То есть наравне с детьми она общалась. Они собираются, каждое заседание клуба сопровождается у нас чаепитием и обязательно, знаете чем? Яблочным пирогом. Почему? Яблочный пирог это было одно из любимых блюд Владимира Андреевича Добрякова. И все, кто приходили к нему в гости, он обязательно всех углощал яблочным пирогом, который он сам и пек. И мы и эту традицию переманили Владимира Андреевича Добрякова. И теперь, когда у нас какие-то интересные мероприятия, гости приходят, которые знали Владимира Андреевича, мы всегда всех угощаем яблочным пирогом. И теперь это тоже стало вот такой традицией в клубе юных сочинителей имени Владимира Андреевича Добрякова, что каждое заседание обязательно сопровождается чаепитие с яблочным пирогом. А что эти ребята, вы там пишите стихотворения, учитесь как-то писать правильно, сочинения, рассказы, вот такой обучающий момент интересный. Обучающий момент, да. Там очень часто приходят гости, помимо того, что Даша с ними занимается, приходят гости, писатели, журналисты. И уже очень интересно, для ребят большое событие. Вышел уже первый сборник сочинений, рассказов. Вот это, когда Юпитер подбегнул, у меня сборник фантастических рассказов, которые как раз написали именно члены нашего клуба юных сочинений. Для ребят это было целое событие. Мы устроили целый праздник большой, огромный. Мы связались по видеосвязи с дочерью Владимира Андреевича Добрякова. Она сейчас живет в Питере. Для нее это было тоже невероятное событие, что папу помнят, папе рассказывают постоянно. Какие еще события вы проводите в своей библиотеке, которые напоминают о нем, чтобы вот эту память хранить? Я понимаю, что литературный клуб, какие-то вечера. Но вот что еще связано с его именем? Еще, еще у нас целый проект есть, который связан с его именем. Старичок Добрячок и его рюкзачок. Опять возвращаемся, когда дали имя Владимира Андреевича. Я же не могу, когда приходят к нам дети, я им всем говорю, Владимир Андреевич родился в таком-то году, написал столько-то произведений. Это же неинтересно. Нужно делиться с ними тем, что ты знаешь, а не вбивать им знания свои. Как рассказать интересно об этом творчестве? И что придумали? Это, конечно, придумалось не за один день. Мы долго очень над этим работали, всем коллективом нашей библиотеки. Ростовая кукла. Старичок Добрячок. Это такой добренький старичок в шляпе, с усами, с бородой, у которого есть за плечами рюкзак. Настоящий такой рюкзак. А что же в этом рюкзаке? А в этом рюкзаке как раз собраны произведения наших воронежских писателей, которые все равно мало дети же знают, именно наших воронежских писателей. Туда вошли у нас и Третьяков, и Дубровин, конечно же, Добряков, и Королькова. И мы с этим рюкзаком, и с этим персонажем, внутри которого кто только не побывал, даже я, будучи беременна своим вторым ребенком, мы ездили по Воронежской области, приезжали в сельские библиотеки, в маленькие школьные библиотеки, рассказывали ребятам, оставляли им вот эти книги воронежских наших авторов на лето. Это мы ездили, первая волна наших поездок была весной, а потом после лета, вот как вы говорили, надо же летом как раз лето всем читать, дети читали эти книги. И потом в сентябре уже, когда начался учебный год, мы опять второй волной поехали по тем же адресам, и дети уже тут писали свои собственные сказки, рисунки, поделки какие-то по тем произведениям, которые мы дали им для чтения. Вот такой у нас был целый проект путешествий. И теперь старичок Добричок, теперь он, может быть, не так часто путешествует, как те два года он путешествовал, но теперь наш старичок Добричок участвует практически в каждом нашем мероприятии. И с нашим старичком Добричком мы ходим, да, и благотворительность он у нас делает, мы и в хосписы детские ходим, да, с этим старичком, который в рюкзачке обязательно приносит какие-нибудь сюрпризики для деток. Добрые сюрпризы. Вы сказали, что вы поддерживаете отношения с дочерью Владимира Андреевича, с Еленой, вот как эта взаимосвязь происходит? Она журналист по образованию, она тоже пошла по стопам папы, она пишет, она тоже издала свою книгу сказок уже, но сказок для взрослых ребят. Эта книга пришла к нам по почте. Мы очень часто связываемся, онлайн-связи делаем на каких-то мероприятиях. Елена Владимировна выступает, что-то говорит. Когда была пандемия, мы даже с ней записывали, она записывала на видео рассказы воспоминания о своем папе. Мы очень тесто сотрудничаем еще с интернатом для глухонемых деток. И педагоги делали сурдоперевод этого рассказа. Мы это все соединяли, объединяли, тоже в эфир выпускали. И то есть наш Владимир Андреевич Добряков доступен абсолютно всем. И даже деткам, которые не слышат. Ну это здорово. Мы вне назидания, ни в коем случае никого не заставляем. Но прочитать эти книжки летом, мне кажется, это такое действительно путешествие. Это путешествие. Очень интересное. Во-первых, взрослые вспомнят свое детство. Вот с этой книжечкой у нас еще был такой очень интересный проект. Мы со старичком Добрячком читали эти книги и обсуждали. Потому что, когда начинаешь, современный ребенок может не всегда понять, что такое пистолет с пистонами, что такое зайти в трамвай и оторвать билетик. И мы вместе со старичком Добрячком, такое у нас было чтение с обсуждением, мы читали. Да, и потом обсуждали, показывали картинки. Даже мастер-классы корабликов делали. Потому что здесь весна, ручьи, дети обязательно пускали кораблики. Мы с ним делали эти кораблики, учили детей, как из бумаги сделать кораблик и пустить его по ручьям. Здорово. Ну мы надеемся, что сейчас после этого эфира еще больше ребят познакомятся. Если они еще не знакомы с творчеством доброго писателя Воронежского Владимира Андреевича Добрякова и придут к вам в библиотеку. Приходите обязательно. Наша библиотека всегда открыта для наших читателей. И когда вы заходите к нам в библиотеку, первое, что вы видите, это Владимир Андреевич на стене нарисован вот с такими распростертыми объятиями. Вокруг него дети и произведение, которое он написал. То есть мы рады абсолютно каждому читателю, так же, как и Владимир Андреевич. Спасибо вам большое. Спасибо. Это был «Вечер. Вместе этот и другие эфиры». Вы можете посмотреть на нашем интернет-канале. Напомню, его адрес – www.tvdefisgubernia.ru Я с вами прощаюсь. Всего вам самого доброго. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова